всем привет сегодня хочу снять видео о результате хранения лука на 1 марта могу сказать что до сего времени до того года когда мы сажали лук у нас не получалось хранить лука ну буквально максимум до декабря у нас лежал и дальше сгнивал причина вся была в том что покупая на рынке сивок честно говоря просто верили на слово продавцу который продавал это сивок и говоря о том то или другом сорте а на самом деле являлся ли тот сивок таким сортом или не являлся было неизвестно каких условиях он хранился таким при каком температурным режиме он хранился тоже было непонятно и неизвестно и поэтому весь сего который мы долгое время сажали приобретенные магазине на рынке он обязательно у нас сгнивал даже периодически обрабатывая от луку и мошки раствором на шатыря разбавлены в воде даже этот результат ничего не давал он просто сердцевина загнивала и мы буквально половина выкидывали вот и разговариваю на эту тему с одной нашей знакомой она сказала такую фразу что а у меня никогда не гниет и хранится у меня практически до мая игра как у вас получается она сказала это все просто я просто не покупаю лук сивок а сама его выращиваю из семян вот из таких семян и добавила то что выращенный лук с помощью семян путем рассады как раз и получается идеальное хранение долгое хранение хорошее хранение вот ну и конечно же имеет значение сорта который вы сажаете и я вам как раз хочу представить результат нашего хранения лука на основании тех сортов которые мы высаживали значит в прошлом году в апреле я даже посадил в феврале на рассаду мы сажали вот такие сорта лука значит лук стригуновский местный вот он как выглядит конца такой удлиненный лук репчатый однолетний сибирский скороспелый такие округленные бессоновский местный лук халцедон который нам очень понравился очень вам такой даже по виду красивый бронзовый такой окрас у него идеальный на вкус острый такой лук крепыш тоже сажали и это все мы сажали путем рассада и еще вариант который мы сажали значит это лук салатного значения кармен и ред барон по правде говоря мне он а еще белый белые числа не помню какой вроде говоря мне он не понравился сажать мы его не будем во первых салатного значения может быть действительно он больше подходит для салатов но всю зиму салат есть не будешь поэтому иногда берешь этот лук и что-то с ним приготавливаешь но в супом получается когда при зажарке он темнеет такой вид у него страшно вас некий качество хранения него невысокая начинает растать уже много мы выбросили засыхает то есть красный лук сажать я больше не буду еще один сорт который я хочу вам показать это лук зульский зульский значит он многозачатковый включается 45 штучек кусту вот тоже очень хорошо хранится то есть получается как куку семей идеально лежит вкус хорошие все можно вырастить в однолетней культуре обязательно буду сажать и севком и еще семенами значит хранение у нас лука вот реально вот в таких коробочках таких вот в обычной комнатной температуре в районе где-то так вот 15-20 градусов на солнце лежит при этом не прорастает и вот по советам мы решили прошлом году попробовать значит выращивать лук через рассаду и нам честно говоря очень понравилось и не хочу сказать что это кропотливо достаточно того что посадить сажали мы в улитку на туалетную бумагу усеяли семена хорошо он прорастает на самом деле выносили потом в теплицу закаляли его ну как бы хлопот не было хорошая корневая система обязательно в этом году будем сажать но самое такое приятное то что действительно результат на лицо как говорится лук хранится приобретали мы эти сорта но получается они все подходят для выращивания в однолетней культуре и скороспелые сорта где-то в районе 75 80 95 дней что очень подходит как раз наше клинградской области за лето он вполне вырастает лучок то честно говоря он такой вырос и не для сивка то есть я не буду его холцедон в таком виде сажать нет смысла обязательно посажу просто путем рассады качество хранения лука на 1 марта довольно таки хорошее получилось лук плотный еще пролежит он до мая это точно как сказала на наши знакомые пожалуй все лука больше приглядывается глазу это холцедон но он такой красивый товарный вид у нее бронзовый отлив у нее цвет лёжки очень адаптирована моя наверняка на большинства таким не был приятным условием хладостойки он обязательно будем сажать дальнейшем и в этом году тоже посадим также в этом году намереваясь взять семена слуха который мы будем сажать из воздушек уже не покупать семена чтобы у нас были свои но я думаю это все у нас получится вот такой результат нашего хранения лука полученный через выращивание рассадным методом значит повторюсь мечковский лук крепыш сибирский однолетний стрельбиновский местный бессоновский местный лук холцедон и также лук зульский это у нас получается семейный многозачатковый даже идеально всем кому стало полезно и интересно это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажмите на колокольчик чтобы не пропустить все важные новые события будьте здоровы всем хороших урожаев всем пока